доброе утро простые люди с чистым четвергом в душе желаю чтоб у каждого человека нашей матушки россии был чистый четверг всегда в душе а не в бане как многие недопонимают тема сегодняшнего разговора философия и рассуждения заденем украину и заденем мастеров сегодня хочу проапатировать розу она уже готова и придать последние штрихи мастера и так порассуждать вот когда роза определенная дарится или дается определенному клиенту это уже третья 33 роза которая должна уехать в америку но никуда уже из своих постов я повторяюсь никуда она не поедет по той причине что санкции так санкции все не готовы люди получать от уральских мастеров произведения искусства когда допустим роза дается мужчине это знак вечной железной дружбы да красота допустим когда женщине это знак вечной молодости и красоты и хотел бы чтоб наши девочки всю жизнь было им 17 лет вот как то так а весной же правда хочется любить творить ребят и просто жить но у нас на сегодняшний день не получается программа я думаю что америке удалось мы дойдем еще сейчас до михалкова вот он может быть в чем-то и прав это всего лишь рассуждение одного художника вам уже просто понимать готова к нация таким вещам или не готова вот вчера вчера на мой взгляд состоялся очень неприятный телефонный звонок мы с этим человеком я можно имел называть не буду вот так как человек ревностно относится к своей идеологии к своей фирме с этим человеком и познакомились 1996 98 году он еще маленький был учился в институте но на мой взгляд в этого человека сейчас закрутилась головка так как он сказал кость мы тебя удаляем нас разошлись мнения на все что происходит нашей матушке сейчас россии да я понимаю что он ближе сейчас стал к единороссам по той причине что он получает оттуда очень хорошие заказы и я его как личность тоже понимаю почему ребята потому что у него 20 человек предприятия да и завтра у него не будет работать то есть мы если он будет дружить со мной с моей идеологии вот и задумайтесь вот и прекрасно и я понял и сказал два как бы потом тебе жалеть то не получилось вот это что касается вчерашнего звонка ну спасибо американцам вот потихонечку они нас и ссорят ну потому что действительно человек выполняет литейные вещи стратегического значения стратегического значения да и на волне с единороссами вот на сегодняшний момент я сказал всем своим вы от нас ничего не получите потому что они уже рассуждают как коммерсант вот давайте сегодня еще такую вещь вспомним господа коммерсанты все вот у нас есть в екатинбурге замечательный мастер олег матковский вообще кто-нибудь знает за геральдику я думаю что нет вот олег матковский на сегодняшний день сделал чемпионату мира по боксу золотые медали можете представить сделал медали по шахматам чемпионат мира сделал по боксу сделал по самбо эти медали все были позолочены серебром и золотом а кто-нибудь вообще знает что у нас есть олег матковский и делает это все делалось через каких-то посредников но вот страна на самом деле не знает что у нас есть такие мастера а вот где мы проживаем действительно есть две мощные литейные мастерские и 2 кузнечный цех я у нас никто не знаю потому что такие коммерсанты приходят а потом выдают свои изделия за свои у них программа я знаю по себе разогнать только и похвалить себя это их не якобы заслуги вот этих барыг я их так называю но не как восхвалять мастеровых у этих всех коммерсантов на самом деле ничего святого нет их не задача нажиться на тех людях которые умеют работать руками головой и сердцем просто к чему это все это говорю но вы должны понимать все коммерсанты вы живете на самом деле одним днем ну да поехали дальше есть такое выражение бета да и она гениальна старость это все было близко но удаляется михалков твой личный друг да заявил как-то тут что это не война россии с украины и не война с демократией как он утверждает последняя попытка наступления западной цивилизации на российский мир о и на эту тему то мы и разругались и человек как бы испугался на православную этику на традиционную экономику на этику и когда что нам хотят эти предложить до американцы и навязать нам однополые браки война это конечно на самом деле ужасно как он утверждает и она началась еще с 1991 года именно поэтому российская разведка получила неопровожимые доказательства что срок сражения украины войск на российскую матушку землю и выхода 2 либо мы себя отстоим и нас не будут или нас вообще не будет как утверждает михалков выхода 2 или мы себя отстоим или нас не будет вообще он утверждает лучше быть повешенным за верность чем за предательство ха 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 а почему мы за 30 лет да с вами до сих пор не поменяли конституцию часть первую часть вторую основополагающие ответьте мне все коммерсанты не нациализировали банк не вкладываем детей в матурику рук я же прекрасно знаю с многими с министрами знаком и с многими культурой деятельности да ну не нужны нормальные адекватные инженерные мысли и мне нужны руки драгоценные им нужны просто рабы и бытва в принципе вот так вот а как ваши министры и получали образно до миллиарды миллионы так и получают ну и как мы создадим ваше созидательное общество которое нахрапом все берут да никак и на эту тему ребята я реально могу продолжать часами годами из таких примеров очень много это мысли всего лишь одного художника а михалкову своему привет передай от кузнеца матушки россии когда научитесь все-таки вкладывать инженерные мысли как китае там больше инженеров по всему миру вот там вкладывать детей а вы даже страна то не знает своих героев чтобы человек за 140 летнюю историю съездил лондон прославил россию и что да в свое время мне предлагали губернаторскую премию приедет как бы до чего что 50 тысяч это получить так отдайте в детский дом а вы бы ванечка первые туда полетели до сих пор едут ведомости расписываться поэтому я вас не осуждаю и бог вам судья всем с вашей диалоги и с вашей единой партийной ячейкой общества но от мысли простого художника вот как-то так а вам я вам рекомендую у вас просто головка закружилась вы свое время не могли с вашим компаньоном тысячи поделить а как вы миллионы потом делить будете да никак друг друга глотку за эти миллионы у вас у одного 100 миллионов оборотов да но мы же платим налоги а у другого 150 миллионов вы просто вот честно не смотрите дальневидно вы покупаете дорогие машины и квартиры лишь бы мне хорошо было да а на других насрать вот если бы у меня такие обороты были вот мы работаем руками у вас скульптор пришел слепил за две недели и отлили фундаментальной памяти а чтобы эту розу сделать нужно месяц положить или вот как агент мотковский работает об нем никто не знает и создавайте просто школы если у вас есть такие возможности создавайте детские школы вы конечно там с единой партийной ячейкой общества за соц целуетесь с министерствами целуетесь льстите а школы не создаете вам историю может про демидова рассказать я расскажу и вы меня хрен переубедите с чистым четвергом душе обнял ушел простые люди страна должна знать своих героев они барыг вы рассуждаете как барыга удаляйся с ватсапа не вопрос удаляйся всех каналов но потом как бы тебе стыдно не было с вашей идеологии деньги большие людей развращают михалкову привет пока